Слово Помните первое чудо? Какое было первое чудо? Если вы были здесь в Январе, то вы помните первое чудо? Какое было? Что там они сказали? Какие комментарии были по поводу того вина? Что это было за вино? Лучшее вино. Лучшее вино. Это было начало земного служения. Теперь мы пришли к концу земного служения Иисуса. А что тут было за вино такое? Что он там пил? Вы помните? Кислое. Отвратительное, перебродившее. Уксус называется. Нам он дал лучшее вино. А мы ему уксус. Мы с вами христиане. И вот что нам нужно. Нам нужно научиться не грешить. Нам нужно научиться не грешить. Нам нужно перестать грешить. И надо помочь братьям и сестрам перестать грешить. Когда я еще был молодым христианином, это было в 70-е годы. Мне тогда было немногим за 20. Меня больше всего волновали вот какие две библейские темы. Я на самом деле чуть не сгорел, изучая вот эти темы. Одна тема – библейское пророчество. Меня интересовало, когда же придет Сын Человеческий и положит конец земному греху. Вторая была тема – духовной жизни. И меня волновало, как Сын Человеческий положит конец греху во мне. Я пытался понять, кто же мы такие во Христе. Не я, но уже не я, но Христос. Галатам 2.20. Я читал то, что написано в послании к римлянам, 5, 6, 7, 8 главах, об этой новой жизни, о преображенной жизни, жизни Христа в нас и через нас. Римлянам 6.11. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Господа Иисуса. Почитать – это, конечно, легко сказать, но как же это сделать? Ну, нужно много молиться. Нужно много читать Библию. Нужно общаться с другими верующими, потому что в одиночку христианином быть невозможно. Нужен человек, у которого у вас будет взаимная подотчетность или группа подотчетности. Нужны люди, которым вы можете честно сказать о том, какими грехами вы грешите в сердце и разуме. А теперь я скажу вам то, что мне сейчас очень помогает. Я, кстати, не отошел в сторону. Мы продолжаем говорить о 19 главе Евангелия от Иоанна. Во многом, я сегодня гораздо более остро, более отчетливо осознаю свое желание грешить. Я осознаю его гораздо отчетливее, чем осознавал его в первый год своей христианской жизни. Я не думаю, что борьба станет легче. Легче не становится. Я думаю, что, по Божьей благодати, мы становимся сильнее. И с годами мы все больше и больше понимаем, сколько Бог дает нам для этой битвы. Но за 39 лет своей христианской жизни я как-то не заметил, чтобы желание грешить во мне стало слабее. Но я скажу вещь, которая мне помогает. Кому-то она покажется чисто механичной, такой немножко надуманной. Даже глуповатой. Но мне она помогает. Всякий раз, когда я испытываю искушение согрешить. Будь то словом, делом или даже мыслью. Вот что мне помогает. Я думаю, что я не хочу дать ему этот симсорый вином. Я не хочу дать ему эту винограду. Это не, что он мне дадал, чтобы transmixon. Это не, что я хочу дать ему. Я начинаю думать так. Не буду. Не буду предлагать ему перебродившееся вино. Не буду предлагать ему уксус. Ведь он мне предлагает совершенно другое. И я-то зачем ему эту гадость даю. Вы знаете что, Вы знаете, что помогает? Вот эта картинка, вот эта иллюстрация последних моментов его земной жизни помогает мне противостоять греху. Его смерть помогает мне жить христианской жизнью. Мы уже говорили, что описывая события в горнице, Иоанн передает нам проповедь Иисуса Христа, но он не говорит ничего о Тайной вечере, об этом рассказывают другие евангелисты. В то же время другие евангелисты ни слова не говорят о проповеди, о беседе в горнице. Но в то время, как другие евангелисты описывают, как Иисус дает вино, преломляет хлеб и дает вино своим ученикам, Иоанн описывает, как Иисусу говорят, вот, бери, и дают ему перебродившее вино. Я не читал по этому поводу подробных исследований в богословских журналах. Но, насколько я понимаю, в какой-то момент в этих 6 часов его страдания ему тоже предлагали испить, но от того вина он отказался, потому что в том вине было обезболивающее средство. Иисус говорит, что, когда он получил пищевую 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 пищевую, он не может уничтожить, он не может уничтожить. Ну вот, приняв, вкусив, испив этот уксус, он вкушает и смерть. Он испил смерть за нас. Это причастие наоборот. Это причастие того, кто отделен от Бога. И испив смерть, принимая смерть, он говорит, Тетелеста, свершилось. Преклонил голову и умер. Паранит. О тайна веков, смерть бессмертного. Кто объяснит? Кто изъяснит? Ангелы пробуют, не могут. Люди пробуют, не могут. Но это смерть, божественная смерть. Чарльз Уэсли написал когда-то такие слова. Бессмертный принял смерть. Чтобы смертным жить. Вот смысл Евангелия, вот Божий замысел. Верс 31 иронично. Потому что это был высокий праздник. Потому что это был день подготовки. Но жители не хотели позволить тела остаться на Саббате. 31 стих написан с великой иронией. Но так как тогда была пятница. То есть день подготовки к высшему из праздников. То иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу. В это суббота был день великий. Просили Пилата, чтобы перебить у них голени. Слушайте, какие они вообще молодцы, а? Вот убить невинного Сына Божия можно. Пытать его и умершвить его шестичасовой пыткой можно. А вот правило, маленькое правило по поводу субботы нет. Его не нарушить, ну никак. Смерть на кресте наступала от удушия. Если человеку удавалось подтянуться, если была сила в ногах, ему удалось встать на отсыпочки и вытянуться прямо, так что можно было хоть немножко взять воздуха, то он мог продолжать какое-то время дышать и довольно долго. Но если силы в ногах не было, то человек умирал. И вот нужно было скорее его умершвить, чтобы до субботы не откладывать. А кроме того, тут ведь и особая суббота, великий праздник. Но Иисусу голени не перебивали, потому что увидели, что он уже мертв. Кажется, что Пилат удивился такой быстрой смерти Иисуса. Но не человеку отмерять время смерти Иисуса. Это замысел Божий. Да, в какой-то степени, в каком-то смысле он умер от распятия. Но на богословском уровне, на высшем уровне, он принял смерть, впитав в себя Божий гнев. От этого смерть наступает моментально. То, что происходит в 34 стихе, меня просто поражает. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра. И тотчас истекла кровь и вода. Скорее всего, этот воин хотел проверить, умер он или нет. Медики говорят, что этого не может быть. И христиане пыжатся, тужатся, чтобы постараться объяснить, как вообще такое может быть, и ответить на возражения медиков. Зачем? Может быть, просто лучше сказать, да, это невозможно. Так и все описанное здесь невозможно. Невозможно Богу умереть. Смерть Иисуса Христа – такое же чудо, как и Его рождение. А чудо – это и есть, когда совершается невозможное. Простому человеку это невозможно. Но он ведь не просто человек, он богочеловек и единственный богочеловек во Вселенной. Если рождение Его имело качество уникальное, то почему бы не предположить уникальные качества и Его смерти? Но помните, что сказал Иисус в разговоре с Никодимом в 3 главе Евангелия Таона? Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Многие христиане относят эти слова к крещению. Мы сами их читали и пришли к выводу, что к крещению они не относятся. Мы нашли объяснение в книге пророка Иезекииля, 36 глава. Но вполне возможно, хотя и эта связь кажется не столь очевидной, Вполне возможно, что если есть связь между словами Господа Иисуса Христа, обращенной к Никодиму, и тем фактом, что свидетели увидели кровь и воду, изделились кровь и вода. Кстати говоря, ни в коем случае никому эту гипотезу не высказывайте. Никакой научной поддержки со стороны ученых у этой гипотезы нет. Это такое, даже записывать это не надо, это такое мое личное дикое наблюдение. Только никому, пожалуйста, не пересказывайте. Если будете пересказывать, скажите, что это ваше наблюдение. Только меня к этому не приплетайте. Помните, когда дети Израиля находились в пустыне и поняли, что воды у них нет? Помните, когда Моисей ударил жезлом о камень? Помните, излилась вода? Помните, что говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам? Что Христос был тем камнем. Если бы они не получили воды из камня, из скалы, они умерли бы, погибли бы. Может быть, здесь есть определенная связь. Я не знаю, есть она или нет. Но факт остается фактом. Когда копье пронзило ему ребра, истекли кровь и вода. И это факт. В этот самый момент, именно в этот самый момент, Иоанн нам напоминает. «Да, я говорю правду». 35 стих просто очень примечательный. Он называет себя словом «видевший». И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельствовал Его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание. Кость его, да не сокрушится. Солдаты-воины хотели перебить ему голени, но не стали, потому что увидели, что он уже мертв. Да, тело его истязали, да, тело его мучили, но ни одна кость его не сокрушилась. В 37 стихе Иоанн ссылается еще на одно место Писания. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. Иногда, ну не очень часто, но иногда в моей христианской жизни мне доводится свидетельствовать иудеям. И всякий раз, свидетельствуя иудеям, я убеждаюсь в истинности Нового Завета. Потому что Священное Писание говорит, что у них глаза, их глаза их ослеплены, что у них завеса на глазах. Иудеям всегда нужно свидетельствовать, это важно. А об этом мы читаем в Послании к Риме, нам первая глава, что Евангелие проповедовано сначала иудеям. А иудеям важно свидетельствовать, потому что будет, ожидается будущее обращения иудеев. Более того, стих, который цитирует Иоанн из пророка Захарии, и говорит как раз о будущем обращении иудеев. Значит, и нужно сеять в надежде на жатву. И еще, важно научиться свидетельствовать иудеям, пользуясь только Ветхим Заветом. Необходимо доказать им, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он Мессия Израилев, ссылаясь только на Ветхий Завет. И, я вас уверяю, доказать, причем очень убедительно доказать это, можно, ссылаясь всего на один стих. И есть один стих в Ветхом Завете, который содержит практически все Евангелие во всей его полноте. Книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. Господь говорит через Захарию. Захарий изрекает пророчество, пророчество, указывающее на будущее время, на будущие события. В 3 стихе мы читаем, «Ибо будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать Его, надорвут себя, соберутся против Него все народы земли». Господь говорит, «В тот день я поражу всякого коня». В этом фрагменте говорится о том, что Господь будет защищать свой город, и Господь будет поражать нации, народы, которые пойдут против Иерусалима. Но Иоанн при смерти Иисуса Христа цитирует 10 стих, и стих этот поразителен. Это Божие слова, содержащиеся в Ветхом Завете. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью Дух благодати и умиления». Обратите, пожалуйста, внимание на местоимение. Помните, как Христос говорил и Филиппу, «Видевший Меня, видел и Отца» Иоанна 14 глава. И вот Бог говорит, «Я и залью Дух милости на Иерусалим, Дух благодати». «И они возрят на Него, или Бог говорит, на Меня, которого пронзили». За триста лет до появления казни через распятие, за пятьсот лет до распятия Иисуса Христа, Он пишет в первом лице, «И они возрят на Меня, которого пронзили». «И они будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне». Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminari.com Вы понимаете, что в этом стихе упомянуты все три ипостаси Троицы? Вы понимаете, что пронзить Иисуса Христа значит причинить смерть самому Богу? И благодать заключается в том, что иудеи поймут свершившееся. И все эти истины всего в одном Ветхозаветном стихе. И этот же стих цитирует Иоанн. «Возряд на того, которого пронзили». Дело в том, что у Иоанна на него которого пронзили. А в еврейском тексте этого стиха Захарий на меня которого пронзили. Русский текст, русская формулировка на него в Захарии 12.10 восходит к греческому переводу Ветхого Завета и к так называемой ситуагенте. Но в еврейском тексте по-другому. Возряд или будут смотреть на меня. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok